Приставки на Z или S. Эти приставки меняют одежду и в зависимости от «такая согласна». Следующая, «такая» будет и согласна приставке. Приставки на Z и S. Бывает приставка S и не бывает приставки Z. Если перед нами встает такая задача, ну скажем, писать диктант со словами, в которых много приставок на Z и S. Что мы делаем? Проверяем, какая идет потомка. По большому счету все очень просто. В прошлый раз мы говорили, что это правило во многом нарушает основной принцип русской орфографии. Почему? Почему? Именно. Как слышу, так и пишу. Кроме некоторых сложностей. Вот эти некоторые сложности давайте вспомним еще раз. Возродить. Что слышу? Z. И пишу смело Z. И никто здесь не ошибся. Сдаться. Что слышу? Z. Слышу явно Z. А пишу? Z. Z. Почему? Потому что нет приставки Z. И мы понимаем, что это приставка, а дальше идет корень. Россия. Z. И пишу. Z. И пишу. Z. Без смело пишу. Z. Что слышу? Z. З. Что слышу? Z. З. Слышу Z. Конечно. Что такое? Что такое Z. Что такое Z. Дуру? Наречие. Сделать что-нибудь Z. Дуру. Z. Горяча. Z. Глупа. Z. По дурости. Конечно так. Давайте уж разберем тогда это слово по составу. Приставку Z все мы залили. Да. Дур, это корень. Дур, конечно, корень. Откуда мы это знаем? Дурак. Дурак. Потому что с дуром делает дурак. Правда? И потом уедет дурак. Да. Или тот, кто ведет себя по-дуракски. Начало у. И у это что? Окончание. Ой, вред ли окончание. Суть. Суть. Суть, конечно. Конечно. Окончание здесь будет? Дурое, нулевое. Дурian. Дуревое. Его тут нету. Его тут нету. Почему? Слово окончилось. Слово окончилось. Дуракс кончилось, и дальше нулевое окончание. Да. Дом на кровь. А почему здесь не будет никакого окончания? Это, значит, наречия. Это наречие. И что? А у наречия окончания нет. Наречие неизменяемое. Помните? Часть речи. Ее нельзя изменить. Сделал что-то сдуру. И все. У этого наречия даже сравнительной степени нет. Невозможно сделать еще сдурение. Чересчур. Вчера было это словечко. Будьте внимательны. Чересчур. Что слышу? Слышу и пишу букву «с». Чересчур. Ну, строго говоря, что-то вроде «шч». Правда? Чересчур. Ну, ясно, что «чудоха». С этим никто спорит. Важно, что это приставка. Важно, что не забывать, что это приставка. А тут такой корень «чур» странный. Это как? Ну-ка, однокореннее. Чур. Чур. Выиграли? Кто не играл? С «чур» меня играл очень ворота. Никто не кричал «чур» меня? Чураться. Чураться. То есть сторониться кого-то там. Чур. А «чур» не я расскажем. Это что такое? Ну, только я. Только не я. Да, «чур». Такое восклицание в игре. Оно восходит на самом деле очень древним временом. «Чур» — это заклинает. Честное слово. «Чур» меня, «чур» меня, «чур» меня. Не надо, не надо приходить, не надо приезжать. «Чур» меня. Не надо меня, скажем так, осалиас. Я не такой. Так говорили древние-древние наши предки. Так что очень, на самом деле, важный, древний, интересный корень. Дальше. «Издать» — что слышал? «З» и «З» смело пишу. «Истащить» — что слышал? «С» и «З» смело пишу. Дальше интересная страничка. «Не сдобровать». Слышу явно «З». Почему я все-таки пишу здесь букву «С»? «Не сдобровать». Почему? «Это корень». «Нет, это не корень». «Потому что это приставки З». «Потому что это не то приставки З», а это приставка. Итак, смотрите, у нас раз приставка, два приставка разбираем. Корень. «Добр». «Добр», конечно. Дальше. Суффикс «ПОВА». Я сейчас не буду вступать в споры, что такое «Ц», кончание ли, суффикс «ЛИ». Для этого мы, наверное, дойдем с вами. Но, конечно, сейчас важно, что здесь пишется «БОВКОВА». Правда? «Безвкусники». Это тоже интересное, в чем-то сладочка. Вопрос сначала «что слышу». «Безвкусники». «Вот слышу сам». «Это правда». «Опиши почему это за». «Безвкусники». 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 «А согласен, ну и что?» «И еще потому что там, после этой приставки «без» стоит звонкое «б». «Угу». «Угу». «Вот почему я сказал, что словечко интересно?» «Давайте я транскрипцию напишу». «Начало идет «б». Правда?» «Да». «Э». «Ну, будем считать «э» для простоты. «А». «Дальше идет...» «С». «С». «Дальше...» «Ф». 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 «Отлично». «К...» «К...» «Ус». 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 «Ми...». «Да, ну и дальше совсем все просто. Вне зависимости от того, как вы примете обозначать «е», но давайте его обозначим «е». «Откуда там слышится «фа»?» «Отква...» 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 «Э...» «Нет, не «буква...» «С». «Отква...» «Отква...» «Ага, то есть смотрите, здесь произошло...» «Оглушение». «Оглушение». «Огнешно». «Помните...» «Оглухие звуки...» «Звуки не по себе, да». «Оглушить своё соседа». «Конечно». «Конечно». «По что бы то ни стало, им надо оглушить своего соседа». «Но, кстати, по-русски...» «Заметьте, оглушить надо соседа слева». «А не соседа справа». «Потому что здесь справа кластный. «Его не оглушишь...» «Нерно?» Не надо оглушать соседа. Значит, происходит еще одно оглушение. Уже вот этот оглушенный В оглушил снова своего соседа. Это и называется оглушение. Оглушение и озвончение на стыке согласных происходит у нас именно так. Справа налево, а не наоборот. А схватчение происходит тоже так же. Потому что на соседа влияет тот, кто стоит за ним. Почему же все-таки мы решили писать безвкусный? И надо сказать, в этом слове почти не делают ошибку. Хотя строго говоря, это исключение из нашего правила. Как слышу, так пишу. Вот строго говоря, это исключение. Почему все-таки решили писать безвкусный? Потому что мы с вами писали. Ну, потому что в изолированной позиции В все-таки сгонки. Там В. И безвкуса. Ну, насчет безвкуса тут поаккуратнее. Потому что, скажем, безпощадный. Ну, я пишу безпощадный. Нездоровится. Зы, конечно. Почему? Конечно, приставка. Зы и корень здоров. Отлично. Беспощадный. Что слышу? С. Исчезать. 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 Слышу? С. Попрошу. С. Попрошу вас. Оставить предложение с теми словами, в которых у вас были ошибки. Внимание. А если ошибок не было? Если ошибок не было, у вас бонус. Вы берете любые три слова отсюда. И с ними составляется. Если ошибка была одна, то опять-таки вы доводите количество своих слов до трех. Условие. Предложение должно быть интересным, смешным, забавным, любопытным. А можно ли менять слова? Можно ли менять формы слов? Можно. Вот заметьте, когда говорят, составьте предложение с данными словами, как правило это означает, можно менять формы. Понятно? То есть у нас есть, скажем, издатель. Кто вам мешает написать? Издателя, издателю, ну и так далее. Да? У вас есть? Нездоровится. Кто мешает написать в третьем лице? Нездоровится. Без мягкости. Можно написать исчезать. Могу я написать? Исчезаю. Да. Я согласен. Но у меня написано сдуру. Могу я здесь что-то менять? Не могу. Не могу. Не могу. Пусть это будет интересное предложение. Когда вам говорят, составьте предложение, подумайте сразу. Старайтесь ко всякому заданию подходить в творчестве. Условно говоря, вам сказали придумать предложение со словом «кино». Вы создали «Я пошел в кино». Интересно? Нет. Мне интересно. Я сегодня пойду в кино на выходе. Это уже получше. Это уже получше, потому что слов побольше. Ему, который издобровать, он здорово решил задаться. Не совсем понятен сюжет, то не забыл? Не забыл. Я бы сказал, очень даже он благоразумно решил задаться. Если он решил, что ему не сдобровать. Правда? Издатель сдуру стал безвкусным. Ага. Издатель сдуру стал безвкусным. Это уже сюжет, смотрите. Да? По крайней мере, какое-то начало. Правда. Давай нарушим немножко наш правило. Изменим не форму, а придумаем новое слово. Издатель сдуру стал издавать безвкусный суп. Кстати, что такое безвкусный человек? Это человек лишенный вкуса? Нет. То, что у него нету. У него нету чего? Чувства. Чувства вкуса, да? Художественного вкуса. Это не человек, который не различает сладкое и соленое. Правда? Если у вас есть безвкусный суп, то он да, вкуса не имеет. Прямого, самостоятельно. Безвкусный издатель сдаёт книжки лишенные художеством вкуса. Не сдал болезнь. Не здоровался опять. Беспощадная болезнь. Чтобы предложение получилось по-настоящему интересно. Вам, конечно, недостаточно взять одно слово. Надо задать себе урок и взять какое-то другое злодичко. А можно больше, чем три злодичка? Конечно. Причём желательно, чтобы это другое злодичко совсем бы, может, даже не имело отношение к тому, о чём речи. Ну, скажем. Вот нужно сочинить предложение, в которое вы обязательно введёте стол человека по праву. Черепаха издатель. Отлично. У нас там появляются странные какие-то сближения. Черепаха издатель. Черепаха издатель. Почему нет? Фантазия наша может работать. Черепаха работает в кисле. Можно. Да. Следите за смыслом того, что у вас получается. Пусть у вас получится смешно. Не знаю. Забава. Черепаха издолажил нам черепаха. Черепаха издолажил нам черепаха. Почему мы и нет? Черепаха. Черепаха. Черепаха, значит, с дуром, злодиночей. Это как? Она что, феникс, чтобы вздрождаться? Ха-ха-ха. Изсутствие смысла. Есть абсурд. Это немножко разные вещи. Абсурд – это всегда какое-то страшное или смешное отсутствие смысла. Я... Я... Она писала. Ну-ка. Из... Истощение их горь. Я болею целый год. Сколько мне еще болеть? О! Прямо явное стихищество. Да. Замечательно. Прекрасно. Сколько тут стихотворных строчек, понятно, да? Все-таки из вещей, ни... Да? Лик души просто, да? Вот это. Вот тоже целый сюжет. Я помешал издателю журнала написать статью. Хотя не понятно, почему издатель пишет плохо. И он стал чересчур злой. Лучше, наверное, чересчур злым. Я думаю, мне быстро пробовать. Целый сюжет стал чересчур злым. Издатель черепаха был чересчур безвкусен. Из-за этого быстро исчезать. Ага. Так. Стал безвкусен и из-за этого стал исчезать. Таинец на глазах. Да? Так. Страшная история, честное слово, да? Просто страшная история. Черепаха воин сдалась. Российная черепаха воин сдалась и сдула. Черепаха воин сдалась и сдула ветром. Хорошо. Черепаха настолько истощилась, что ее сдула ветром. Отлично. У вас появляется сюжет. Да? Сюжет. Сюжет. Почему? Потому что сама по себе черепаха – это не сюжет. А вот скажем, ну, быстро любое другое слово. Быстро. Олей. 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 Лягушка и черепаха – это уже возможность для сюжета. Таракан. Правда? Олей и таракан. И так далее. И важно, кто у вас там будет. Олей и таракан. Может быть, даже неодушевленные предприятия. Правда?